Ну а тему водных ресурсов мы продолжим обсуждать в студии. Наш гость сегодня руководитель управления государственного контроля в области использования и охраны и водного фонда комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации. Сакен Отел, вам доброе утро. Скажите, Сакен Шеберевикова, вот дефицит воды в южных регионах нашей страны в летний период это такая насущная тема, которая переходит из сезона в сезон. Но кажется, что в этом году ситуация все-таки обстоит иначе. Как работают договоренности между Казахстаном и Узбекистаном на данный момент? Договоренности у нас, в первую очередь, они обсуждаются на заседаниях между государственных координационных водохозяйственных комиссиях, в которых участвуют пять стран Центральной Азии. И вот последнее из них заседание было в апреле текущего года, согласно которому по реке Сырдеря у нас договоренность была 3,7 миллиардов за поливной сезон, за вегетационный период. Так как уже вы отметили, данная договоренность уже, в принципе, исполнена. На сегодняшний день на территорию Казахстана поступило более 4 миллиардов метров воды. Поступление также продолжается. И в целом между Республикой Казахстаном и Республикой Казахстаном все обязательства выполняются. Документы на общую сумму 43,5 миллиона, получается, подписаны, да? На 4, на 4, более 4 миллиарда. А, более? Да, 3,7 миллиарда подписаны и поступило более 4 миллиарда. Какие самые ближайшие проекты? На сегодняшний день у нас совместно только работы ведутся по вододелению. Следующая договоренность и в целом заседание Межведомственной Координационной Комиссии ожидается осенью текущего года. И на данном заседании будут уже обсуждены и утверждены объемы воды, которые должны поступить в межвегетационный период. Вот это получается с октября по апрель следующего года. Ну вот, как сказала Саида Мерзиёева, да, что вот у нас одна вода на две страны. Скажите, вот насколько все-таки нехватка сейчас существует в нашей стране? Да, дефицит в целом, если смотреть статистику последних нескольких лет, то он ощущается, потому что, в первую очередь, это был цикл маловодного периода, в целом, последний реки Сатаря. Но последние два года, если смотреть, то мы как бы наблюдаем, так что мы постепенно выходим из цикла маловодия. То есть, если в 2023 году был паутковый период, большое поступление воды, однако из-за погодных условий летом у нас мало поступило. В этом году картина немножко другая. Если паутковый период более-менее стабильно прошел, то поливной сезон у нас, благодаря погодным условиям, также совместной работе, поступление воды на территорию Казахстана по реке Сатаря значительно увеличилось. И в этом году аграрии, как таковых проблем, не испытывают. Вот скажите, вопрос дефицита поливной воды. Какая работа сейчас проводится по обновлению инфраструктуры? Все-таки инфраструктура – это самый главный вопрос по транспортировке, условно говоря. Да, у нас на сегодняшний день утверждена концепция по управлению водными ресурсами, которая действует до 2030 года. И в ней предусмотрены мероприятия по строительству новых водохранилищиков, также реконструкцию существующих. Помимо этого, у нас начата работа по реконструкции и цифровизации эрегационных каналов, что позволит нам более точно вести учет воды, это благодаря цифровизации, и благодаря реконструкции и облицовке каналов мы уменьшим потери при транспортировке, что улучшит подачу воды для сельхозтоваропроизводителей. Сейчас какие потери мы испытываем при транспортировке? Сейчас на сегодняшний день потери, к сожалению, из-за изношенности инфраструктуры, они немаленькие, около 30-40% от всего объема, именно на эрегационных каналах. Но постепенная работа по облицовке этих каналов уже дает результаты по постепенному уменьшению этих потерь. Главная проблема в чем? Это у нас изношенность инфраструктуры. Ну то есть все нужно обновлять. Да. Ну что, спасибо за беседу. Я напомню, с нами разговаривал руководитель управления государственного контроля в области использования и охраны водного фонда комитета водного хозяйства Сакен Ател. Спасибо вам, хорошего дня. Спасибо.